Всем привет из Японии! Сегодня я покажу не шумный и высотный Токио с магазинами и бутиками, а уютный домашний одноэтажный город, где живут простые японцы. Прогуливаясь даже по самым модным широким улицам Токио, стоит только свернуть, и ты попадаешь в провинциальный город. Насколько я знаю, даже законодательством в городе Токио запрещено строить высотные дома во многих районах. То есть высотные многоквартирные дома, они могут стоять или бизнес-центры по большим дорогам, но чуть подальше и уже запрещается строить дома выше трех или пяти этажей. Дело в том, что в Токио до сих пор очень много частных домов, и люди арендуют или владеют именно собственными домами. Да, конечно, есть многоквартирные дома, и это удобно для многих молодых японцев, но традиционно все-таки это частные дома. До сих пор пока еще держатся маленькие парикмахерские, маленькие ресторанчики, которые располагаются на первом этаже, а на втором этаже живут их владельцы. Не знаю, что будет после всего этого дела с коронавирусом. Вообще Токио для меня очень уютный город. В нем немного широких больших дорог и проспектов. В основном это узкие улицы, на которых очень тяжело передвигаться на автомобиле. Я до сих пор боюсь, и поэтому до сих пор трушу водить машину. Поэтому я и стала наблюдательным пешеходом. Ну, максимум я езжу на велосипеде. И стала замечать очень много интересных старых зданий. И у меня появилось даже хобби. Я чуть-чуть начала зарисовывать эти старые дома, которые вижу на соседних улицах. Это простой жилой дом. Очень маленький, как и все старые дома, который стоял рядом с детской площадкой. Ну, и стоит рядом с детской площадкой, где мы гуляли с детьми. Это какие-то небольшие ресторанчики. Это уже новый район, но тоже невысокий. Кстати, старые автомобили – это одно из хобби японцев, японских мужчин. Надо будет сделать отдельное видео. Японцы любят старые ретроавтомобили. У кого какой достаток? Кто на них ездит, на шикарных старинных автомобилях? А кто обычно по выходным годами собирает свой автомобиль мечты? Токийские городские парки и скверы тоже по-домашнему уютны. Мужчины, как и везде, рыбачат. Детвора резвятся на детских площадках или ловят бабочек и кузнечиков. Кстати, сейчас сезон цикад, поэтому дети играют с этими огромными насекомыми. Слышите снова звук? Это стрекочат цикады. Вот такие они, и их много. Их может быть 10 штук на одном дереве. И они очень громко трещат. Продолжение следует... Так как в Токио практически всегда хорошая погода, в парках всегда есть люди В будние дни это, конечно, мамы с детьми Или приходят люди на обед перекусить купленную коробочку с обедом в магазине А выходные это целые семейные выходы Где выходит не только одной семьей, но и с друзьями, и молодежь, и с семьями Где устраивают пикники, празднуют дни рождения Как и везде, в больших парках можно арендовать велосипеды и кататься Но кататься можно только по выделенной дорожке Гуляют с собаками, но во многих парках, в больших парках, есть специальные загоны для прогулки собак, конечно же Во всех городских парках, муниципальных парках есть какие-то спортивные площадки Это и теннисные порты, бывают бассейны и бейсбольные поля И здесь даже я первый раз увидела площадку для скейтбордистов И, конечно же, детские площадки и разные детские развлечения Но вынуждены сказать, что детские площадки в Токио очень старые Я очень надеялась, что вот после Олимпиады Мэри задумается и отремонтирует эти детские площадки Но, увы, наверное, это случится еще не скоро Они, конечно, все функционируют Они отремонтированы, они исправны И за этим строго следят Но все оборудование очень старое Наверное, годов из 80-х Это, кстати, тоже детская площадка Таких несколько в Токио я знаю И называется не грязный, а грязевой парк Это специально такое вот грязное место для детей Где ребенок может вдоволь извозиться, испачкаться Попилить, помолотить молотком, покопать яму Но обычно все эти развлечения устраивают в выходные дни Мы были в будни, поэтому там ничего не было, все было пусто А так обычно люди просто Наряду с новыми объявлениями о том, что необходимо держать дистанцию 2 метра В парках всегда были такие вот объявления о том, что необходимо С уважением относиться к другим людям, не беспокоить их И об этом делаются всегда объявления Раз в несколько часов по парку звучит объявление о том, что просьба быть внимательными друг к другу И в том числе, благодаря таким напоминаниям, японцы очень вежливый народ Поэтому на улицах и в парках находиться очень приятно Вот и все на сегодня Но я думаю, что я еще не раз покажу вам такой Токио, каким я его полюбила Тихим, спокойным, невысоким Пока! До завтра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok